В этом видео я вам расскажу самый простой способ создания бота в Телеграм. Ну что, поехали. Ставь лайкос под видос, на связи лайкус. Сегодня я вам расскажу, как создать своего бота в Телеграм абсолютно бесплатно и без опыта программирования. Итак, приступим к созданию. В самом начале необходимо войти в Телеграм и в поиске ввести бот Фазер. И вы все правильно поняли, для того, чтобы нам создать бота, нам нужен бот для создания бота. Извините за тавтологию. Для некоторых возможно это будет минус, но бот Фазер работает только на английском языке. Но тут в принципе все интуитивно понятно. О сложных моментах я буду говорить. Нажимаем на кнопку запустить. Нам выпадает список команд. Чтобы создать нового бота, необходимо нажать на команду new bot. Теперь нужно придумать название боту. Я его назову лайкус бот. Затем нужно придумать имя бота для ссылки. Для этого вводим название бота. И в конце добавляем либо бот с большой буквы, либо бот через знак нижнего подчеркивания. Раз я уже бота так и назвал, я просто продублирую это же название. Окей, теперь бот Фазер отправил нам сообщение с токеном бота. Этот токен нельзя никому пересылать. Если конечно вы не хотите, чтобы вашим ботом управлял другой человек. Теперь нам нужно настроить информацию о боте. Добавить описание, что может бот. И поставить аватарку. Тут я пробегусь кратко, так как сделать это очень легко. Нажимаем на команду set description. Выбираем бота. Вдруг их у вас несколько. У меня пока один. И прописываем описание. Это описание будет показано на странице с ботом до его запуска. Обычно тут пишут, что может бот. Потом нажимаем на команду set about text. Аналогично выбираем бота и прописываем описание о боте. Это графа информации. А затем нажимаем на команду set user pick. И загружаем картинку, которая будет использована в качестве аватарки бота. Я просто нашел рандомную картинку из интернета. После всех манипуляций давайте зайдем к нашему боту и посмотрим. Обновилось ли все это или нет. Для дальнейшего создания бота нам пригодится сторонний сервис. Я нашел один, пока что бесплатный. И это робочат.io. К сожалению, это не реклама. Ссылки в описании не будет. И вообще, никогда не пользуйтесь этим сервисом. Он очень ужасный. Я это сказал специально, чтобы вы поняли, что это не проплаченная реклама. Итак, заходим на сайт и авторизуемся с помощью страницы ВК или аккаунта Телеграм. Если вы даже создаете бота для телеги, способ авторизации не имеет значения. Я зайду через страницу ВК. После авторизации заходим на главную страницу сайта и нажимаем на кнопку новый проект. Затем заходим в него, переходим на страницу настройки, боты, подключить. Выбираем Телеграм, копируем токен, который нам дал бот Фазер и вставляем его в это окно. Затем переходим на страницу сценарий и нажимаем на кнопку новый сценарий. Заходим в него и нам открывается серое пространство. С самого начала, лично я ничего не понимал, что здесь происходит. Пока до меня не дошло, что робочата снова на блочном программировании. Открою секрет, идея снять видео про создание бота у меня лежала еще с середины августа 2019 года. Тогда я записал туториал, как сделать бота с помощью робочат, но только правда про ВК. А за два года сервис кардинально изменился, тогда все было по-другому. Для начала нужно создать стартовый шаг. Я создам сообщение, где напишу привет. Если вы нажмете сюда, то тут можно выбрать любые данные. Имя, фамилия, айди, пол, город, телефон, если информация открыта и много-много другого. Я сделаю сообщение по типу привет, имя пользователя. И чтобы бот наконец заработал, нужно прописать ключевые слова. Для добавления ключевых слов нажмите ПКМ, ключевые слова. Ну думаю, это логично. Для того, чтобы вам продемонстрировать, как это работает, я сделал так, чтобы бот отправлял привет, только если я ему напишу слово ананас. Не знаю, почему ананас просто из-за глубины мыслей вырвалось. Далее нажимаем опубликовать и проверяем. Я пишу ананас, бот отвечает привет Илья. А если я напишу помидор, бот уже ничего не ответит. Сейчас я по аналогии добавлю новое сообщение. Сегодня текущая дата и время. На стерои это сообщение под ключевые слова. Если сообщение начинается с который час и сколько время. Как вы видите, все прекрасно работает. Это уже моя коронавра. Также к нашему привету можно прикрепить файлы, смайлики и делать кнопки, с помощью которых уже можно создавать целые цепочки действий. Сейчас я в ускоренном режиме покажу, как я настраиваю цепочку действий для бота. А то если я буду объяснять каждую составляющую, ролик будет идти несколько часов. И да, вы можете сами протестировать мной созданного бота по ссылке в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Еще раз повторю, что я показал только алгоритм создания. Идею дальнейшего использования вы можете придумать сами. Ну и наверняка она у вас есть, если вы хотите создать бота для бизнеса или для чего-то там еще. Или просто поразвлекаться. Также в робочат есть шаблоны проектов, которые вы можете изменять на свое усмотрение. Ну а с вами был Лайкус, всем удачи!